приветствую в основном на моем канале вы смотрите видео про прекрасный окружающий нас мир сегодня я расскажу вам немного о другом о чем смотрите прямо сейчас боинг 777 совершает безумную посадку в лондонском аэропорту на фоне сильного ветра удивительно насколько сумасшедшей была эта посадка полицейские в бостоне тестирует детскую горку но мужчина очевидно перестарался так как перевернулся и вверх ногами съехал с горки упав потом на землю спецназ в россии совершает рейд в доме подозреваемого в торговле наркотиками и пытается перелезть через забор с помощью лестницы а потом им на помощь приходит сосед вертолет полиции приземлился в посадена калифорния рядом с другим вертолетом и винты двух летательных аппаратов столкнулись водитель на дороге столкнулся со встречным грузовиком и у него не было возможности затормозить он использовал все свое самообладание чтобы включить задний ход и быстрым движением избежать столкновения человек хочет спуститься с террасы дома по деревянной лестнице которая прислонена к стене но всякий раз когда он поворачивается чтобы поставить ноги на ступеньке незаметно появляется тролль чтобы расстроить его планы во время диалога на программе во время речи политик на мгновение теряет зубные протезы если это повторится не забудьте выключить сирену до того как машина скорой помощи опрокинется на бали всех туристов просят держаться подальше от обезьян потому что если они вас укусят то это означает немедленный полет на яву для прививки от бешенства девушка снимает урок макияжа когда происходит землетрясение тихо сидя в кресле кошка смотрит том и джерри туристы на опасном пляже сан-себастьян игнорирует опасность и бурное море и приближаются к моменту когда приходит большая волна самое главное правило вождения вилочного погрузчика не ездить с поднятыми вверх вилами в этот момент в россии отважный водитель грузовика пытается пересечь затопленный подвесной мост водитель выжил а его грузовик нет водитель в россии проигнорировал ограничение по весу на деревянном мосту который рухнул когда грузовик поехал во время разминки перед футбольным матчем камера запечатлела забавную сцену которая стала еще лучше благодаря ракурсу съемки разбрызгиватель внезапно начинает поливать футболиста очень смешно японский футболист так и фуса куба забивают необычный гол когда мяч проходит под ногами четырех соперников дверь бассейна открывается чтобы пропустить пляжный мяч забавное совпадение созданная ветром и зафиксированная камерой наблюдения женщина пытается сесть на капот автомобиля припаркованного на стоянке как раз в этот момент водитель машины решает отъехать и женщина садится на землю это забавная сцена была записана камерой безопасности камера безопасности в румынии записала чрезвычайно забавную и странную сцену мужчина на улице стоит без движения в то время как запряженная лошадью телега и автомобиль падают на забор создав аварию с машиной увидев этот несчастный случай странный пешеход падает спиной вперед на обочину дороги сцена на грани реальности у нее была такая искренняя счастливая улыбка после реакции парня как мило что они делают друг друга счастливыми не будем врать мы можем сказать что тысячи людей порадовались вместе с ними идиоты на лодках давайте своим детям спасательные жилеты когда лодка тонет ни у одного человека на лодке не было спасательного жилета житель сша хочет заменить сломанную доску на своем крыльце и примеряет на ее место новую доску доска подошла но не выдержала испытания на вес пьяный мужчина пытается слезть с плавучей платформы надавливая на деревянную доску ему это удается мужчина везет тачку по деревянному настилу чтобы высыпать мусор в корзину но вскоре он сталкивается с большой проблемой в китае мужчина использует фейерверки против экскаватора который приехал сносить его дом кто победит в этой захватывающей битве в одной из комнат своего дома мужчина проделывает отверстие в стене с помощью дрели но сталкивается с твердым материалом он думает что это цемент или железо и нажимает с большой силой пока не проделывает дырку водопроводной трубе увидев на своем пути металлический столб водитель грузовика решает попробовать дать задний ход но в конце концов теряет терпение и переезжает через столб разрушив вал водитель продолжает свой путь сволочащимся по земле прицепом водителю грузовика повезло что водитель погрузчика не пострадал в этот момент спящий работник склада за рулем погрузчика врезается в стеллаж в результате чего все падает со стеллажа на пол на мосту портман в канадском городе саре во время сильного тумана мужчина останавливается на правой полосе потому что его авто сломалось водитель грузовика не замечает авто и движется прямо на него мужчина к счастью увидел что грузовик не меняет курс и ему удалось убежать в последний момент перебежав дорогу сша мужчина пытается украсть посылку от двери дома хозяин который в этот момент увидел что только что произошло выходит с оружием в руках молодой человек пытается украсть товар в магазине в англии но владелец приглашает его вернуться назад чтобы все отдать мы хотим чтобы наши дети учились ценить труд но иногда эти уроки лучше оставить на другие дни родители попросили этого мальчика вынести мусор в особенно ветреный день и это не очень хорошо у него получилось хотя он продолжал пытаться пытаться и снова пытаться это одна из самых уморительных вещей которые вы когда-либо видели в своей жизни посмотрите сами во флориде камера наблюдения сняла момент когда к дому приезжает курьер чтобы передать посылку внезапно он останавливается не дойдя до порога дома потому что возле крыльца лежат две змеи мужчина подумал и оставил посылку на газоне во время велосипедной прогулки в индийском национальном парке на человека внезапно напал появившийся на обочине леопард к счастью нападение было коротким и животное быстро вернулось в лес их мера социальной дистанцированности очень странная как будто они не из этого мира они должны были как можно скорее отдать ее на курсы актерского мастерства этот человек живет мечтой что он своих боксерах стал знаменитым на всю страну с их железным человеком они могут начать новую теорию заговора если только вы не такой же храбрый как она не ныряйте под воду если там ничего не видно этот парень в тигровой шляпе может быть избранным лидером нации накиньте на нее ткань и у нее будет вполне функциональный зонтик пассивная способность кошки девять жизней а активная способность отключение физики человеческие инновации прошли от римских военных колесниц до этого их корабль должно быть находится на тех обслуживании ожидания против реальности в этом эпизоде новая битва экстрасенсов как бы вы отреагировали если бы тесла обнаружила на кладбище невидимого человека когда у нью-йорковцев день на пляже самый ненавистный в страховой компании хромовый дизайн отойди в сторонку зеленый гоблин у человека паука есть новая цель в городе курьер был удивлен когда увидел кто его встречает он сказал что музыка просто прорывается в его голову без травяного поля для игры эти дети использовали все пространство когда видеоразрешение вашей игре низкой и природа грузится слишком долго очевидно он сорвал опасный удар из словакии поэтому были и выпивка и аплодисменты от болельщиков только зрителям ростом от двух метров и выше разрешается сочувствовать его испытаниям он думал убрать лед из своей машины но вместо этого лед убрал его это не сухая трава это сухой лес он пытается сказать что вы должны прямо сейчас поставить лайк это кинетическая световая инсталляция в амстердаме под названием шайлайт представляет собой смесь технологии природы она имитирует медуз которые становятся пугливыми перед лицом опасности в центрах спасения животных для сотрудников нет перерывов только лечебные сеансы мы думаем измерение должно проходить по-другому слушайте внимательно это может звучать как вторжение инопланетян но это корабль сражающийся со штормом открывая окно в рейсе spacex пёсик спит как будто работает с девяти до пяти вот так они узнали что будут друзьями на всю жизнь в этом доме не нужны няни дисней представляет новый фильм кошмар перед фитнесом volkswagen разработал первые киберпанковые автомобили когда-то в гэри штат индиана проживало 50 тысяч человек теперь это идеальное место для съемок сериала ходячие мертвецы именно так они победили майкла майорса в конце фильма для тех кто катается на колесе обозрения для расслабляющих сеансов подумайте снова одиннадцать дней и тысячу попыток спустя райан уильямс совершил первые в истории сальто назад на велосипеде раз уж они не откладывают свадьбу то нужно извлечь из этого максимум пользы появление автобусов в этом мире не всегда проходит гладко этот парень создал идеального робота с которым вы бы не хотели столкнуться на соревновании по пинг-понгу ему не нужен был полный курс только бесплатные ощущения они не шутили насчет бюджетных рождественских елок более 200 цветков на этой ферме это не только пчелы они также являются квартирами для лягушек то что издалека может показаться фермами на самом деле кладбище китайских велосипедов электрическая компания желает им веселого металлического рождества посмотрим как полицейские будут его догонять наш человек безупречно справился с ударом мы выглядим точно так же пытаясь использовать гамак только не так мило он трижды занял первое место кардио для мамы карнавальный аттракцион для детей беспроигрышная ситуация удобрения которые они использовали для выращивания травы вероятно были с астероидами говоря об удобрениях сколько они использовали для этих огурцов это дерево в черногории фонтанируется на 1990-х годов считается что во время сильных дождей родниковая вода пробирается вверх по 150-летнему стволу мы на секунду думали что она стала ганнибалом-лектором у кого-нибудь возникает ощущение апокалипсиса в конце концов бизнес это минимизация затрат никакая сумма денег не убедит нас сделать это если вы думаете что только люди любят блестящие вещи то это видео изменит ваше мнение во время как владелец магазина вероятно спал и видел третий сон эта крыса забирала ювелирные изделия с полки в итоге крыса пробралась к этому очень дорогому ожерелью и в конце концов схватила его представьте себе свой шок когда вы узнаете что маленькая крыса украла ваш бриллиант знаете пословицу что верблюд пролезет в игольное ушко большой парень в этом видео доказательство того что это возможно в реальности а вот люди которые впадают в панику только при виде маленькой крысы но прежде чем обвинять женщину просто посмотрите на этого кота который бездельничает на работе в отличие от женщины из предыдущего ролика эта женщина не успокоится пока крыса не уберется из ее дома и тот факт что женщина выполняла тяжелую работу по строительству дороги из бутылок с водой делает все еще более смешным есть несколько способов поджечь дрова но этот владелец автомобиля выбрал самый драматичный он подумал что может убить двух зайцев одним выстрелом и зажечь свой автомобиль и поджечь дерево просто знайте что где то есть эта маленькая машина на которую возложена ответственность буксировать большой грузовик что может пойти не так на первый взгляд можно сказать что водитель автобуса выглядел растерянным и вы будете правы в конце концов он доказал это своими действиями представьте что водитель заставляет ждать другие машины потому что не знает что делать чувство наслаждения от достижения цели после того как этот парень смог бросить мяч в эту бутылку было очень крутым мы хотим сказать что это были хорошие броски парень дымит почти как военная ракета когда выпендривание перед боссом идет не так или он просто в него целился он хотя бы остановился на достаточном количестве пива чтобы добраться до дверного проема поворот сюжета это ее птица и она обучила ее воровать ради скидки должно быть это важный рабочий звонок все для повышения до в школе его будут звать джонни покровитель пиц лучше с мечом чем с посылкой его сын взял собаку из приюта чтобы она была с ним после того как его жена умерла это было лучшее решение хороший мальчик подчеркнул чтобы она убрала за ним слава богу за инфантильную амнезию его сын забудет что этот позорный день когда-то произошел то есть вы хотите сказать что он гоняется за плохими парнями но боится мышей канализация не выдерживает метан от соседской диеты он нуждается в столовых приборах больше чем еде а просто добавляем острые ощущения при ограничениях по времени он новичок в установке рождественских украшений но его переворот говорит обратное они делают китайский ремейк тупой и еще тупее босс не должен напоминать о безделье на работе встречайте собаку которую ничто не может остановить в итоге он призвал первого в истории снежного демона быстро раскинь руки чтобы казалось что ты упал специально камеры видеонаблюдения кажутся эффективными против деструктивной природы человека нашему человеку нельзя разрешать управлять машиной у которой меньше четырех колес он упустил свой шанс на идеальное предложение он хотел помочь накрыть обеденный стол именно поэтому вы нанимаете профессионалов чтобы они сделали это за вас без колонны и полный снега удивительно как долго простояла эта крыша он ревнует что папа проводит больше времени с сири в этом году вода оказалась выше чем они ожидали и случилось это что делает этот корабль должно быть капитан впервые приближается к причалу иногда ты капитан а иногда ты якорь неужели он действительно думал что сможет остановить это видимо это лучший способ спустить корабль в воду надеемся этому работнику хорошо заплатит это было слишком опасно ну это выглядит дорого эти люди были в полном шоке им потребовалось около 10 секунд чтобы понять что на борт попала вода этого корабля следовало замедлиться еще 60 километров назад масконечно касается насколько большим должен быть айсберг чтобы капитан заметил его похоже этот парень не получит повышение Не можем поверить, что две женщины впереди не переживают из-за происходящего. Парень на меньшей лодке начал огибать их и затем въехал им взад. Мы должны знать предысторию. Капитан вышел в море в таких условиях? Видя это, мы не хотим в ближайшее время садиться на корабль. Это не может закончиться хорошо. Это судно не остановить. Если бы у нас была яхта за 35 миллионов долларов, мы бы не стали рисковать, так низко проходя под мостом. Корабль врезался в огромный айсберг. Включите музыку из Титаника. Команда корабля просто хотела спустить якорь. Это ужасно, насколько глубок океан. И во время этой попытки они потеряли якорь. Эта лодка видела лучшие дни. Новая фобия. Представьте, что вы находитесь на горящем корабле в окружении воды. Мы слышали о дорожной ярости. Но как насчет ярости на лодках? Этот парень так расстроен тем, что лодка впереди идет так быстро. Как такое вообще может быть? К счастью, все остальные целы. Эти парни ловили рыбу на наживку, когда увидели яхту на автопилоте, идущую на них без капитана за штурвалом. Человек в другой лодке не видел их, и он справился с этим как профессионал. Когда это просто аренда, люди не переживают за лодки. Реактивные катеры – это безумие. Вы бы поехали на нем? Корабль был готов к спуску на воду, только для того, чтобы произошло вот это. Никто не ожидал такого развития событий. Не знаем, можно ли там парковаться. Капитан промахнулся мимо волнолома всего на пятнадцать метров. Когда не заметил препятствия? Эти женщины немного отвлеклись на свой девичник и случайно врезались в лодку этого парня. Корабль даже не потрудился затормозить. Не думаем, что там можно припарковаться. Они немного сильно опустили мачту, и вот что произошло. Люди здесь ждали, чтобы сесть на следующий корабль. Возможно, они пересмотрели свое решение после того, как увидели вот это. Капитан всегда идет ко дну вместе с судном. И этот парень был на борту до самого конца. К счастью, все благополучно выбрались и у всех было спасательное снаряжение, чтобы вернуться на сушу. Гравитация им не друг. Он что, пытался затормозить ее рукой? Интересный короткий путь. Рыба внизу хотела бы с ними поговорить. Почему этот катер гонится за круизным судном? Он нашел ленивый способ управлять лодкой лежа. Это выглядит дорого. Вот как не надо заходить в воду в каяке. Не думаем, что он должен был спуститься вот так. У нас есть лодка, которая застряла. Но этот парень только усугубил ситуацию. На этой лодке есть мокрая зона и сухая зона. Эти кадры заставляют нас попотеть. Кто-то успел. Думаем, мост был ниже, чем он ожидал. Думаем, ему нужен грузовик побольше. Вот почему в море вы никогда не должны оставлять окна открытыми. Пассажиры благополучно выбрались, но их лодке конец. Это было очень опасно. Они не продумали все до конца. Должно быть, на этой вечеринке летали искры. Становится все хуже и хуже. Технически он добрался до причала. Вот что случается, если провести яхту под низким мостом во время прилива. Это был первый спуск новой яхты на воду. Не думаем, что там можно парковаться. Этот человек не продумал все до конца. Вот почему вы никогда не захотите быть первым человеком, спускающимся с лодки. Эти лодки умудрились разбиться в открытом море. Этот парень свернул не туда и вскоре пожалел обо всем. Он чуть не перевернул лодку, пытаясь покрасоваться. Это грубая парковка. Этот корабль даже не думал о том, чтобы замедлиться. Это был грубый конец этого предложения. Этот капитан возможно прямо сейчас переосмыслит выбор своей карьеры. По крайней мере этот человек был достаточно близок к берегу, когда их лодка затонула. Он подплыл к ним и вытащил лодку. Что это за лодка? Такие вещи просто невозможно выдумать. Никогда не врите в своем резюме, что вы капитан лодки. Не думаем, что в ближайшее время он куда-то уплывет. Эти люди плыли слишком близко к этому пожарному самолету. Но это было неуместно. Всегда смотрите по сторонам. Нас тошнит просто от просмотра этого видео. Начнем с этого жуткого преследователя. К счастью для женщины она всегда закрывает за собой двери. Лучшая система безопасности в мире. Просто парень, который стоит у вашей двери 32 секунды, поедая огурчик. Как насчет жутких кадров? Эта пара заперла свои двери как раз вовремя. Для этого парня то, что началось как обычная мойка автомобиля, должно было закончиться катастрофой, когда его машина внезапно загорелась. Это неожиданное происшествие сначала повергло его в уморительное замешательство, но он в конце концов нашел способ спасти положение. Если вы ищете доказательства, почему не нужно ходить по грязной земле, если только вы не уверены в ее твердости, то вот оно. Вам не стоит брать пример с этого парня. Думаем, ему повезло, что в воде не было опасных рептилий, но уверены, что так не всегда бывает. Приготовление торта для многих людей может показаться серьезным занятием. То есть вы можете сделать это очень легко, однако парень в этом клипе является исключением. Ему проще зажарить себя в духовке, чем достать уже испеченный торт. Можно подумать, что у этих парней хороший командный дух. Мы хотим сказать, им так кажется. Похоже на то, что все руки пришли на помощь, чтобы вернуть потерянный футбольный мяч. Но закончилось ли все так, как хотели парни? Конечно, нет. Уморительный поворот событий является доказательством того, что у людей разные приоритеты. Поэтому не злитесь, если ваши друзья выберут футбольный мяч, а не вас. Этот клип удивил нас так же, как и вас. Странно, что он не смог придумать более подходящий способ очистить машину от снега. Поверьте, если бы этот момент не был записан, никто бы не поверил, что кто-то использовал своего ребенка в качестве дворника. Это очень странно. Думаем, все согласятся, что мы созданы по-разному. Эти два клипа показывают людей, чьи тела были явно сделаны из эластичных струн или каких-то супер гибких материалов. Как вы думаете, у кого это получилось лучше? Напишите ваш ответ в комментариях. Если мы заговорили о невероятных моментах вокруг нас, природа несомненно отвечает за большую часть из них. В этом ролике мы видим потрясающий момент, когда убирают землю и мы видим огонь, горящий прямо под ногами этого человека. Трудно сказать, что стало причиной этой поразительной ситуации. Может это действительно врата в ад? В этом ролике запечатлен действительно странный опасный трюк, выполненный парашютистом. Этот парень сказал, что его парашют загорелся прямо в небе. Но, к нашему удивлению, он приземлился без единой царапины. Вы бы поверили, если бы кто-то сказал вам, что человек летает или левитирует в небе? Наверное, нет. Но этот ролик – достаточное доказательство того, что многие невероятные вещи действительно происходят вокруг нас. С прикрепленной к его телу машиной этот человек должно бы чувствовал себя суперменом, когда взлетел в небо. Этот милый момент про отца и ребенка мог закончиться плохо, когда мопед, на котором мужчина сидел, потерял равновесие. Но благодаря его быстрой реакции мужчина смог спасти себя и ребенка от неминуемого падения. Все закончилось так, как будто ничего и не было. В поисках развлечений эти мужчины стоят на обочине дороги и водители брызгают на них водой. Немногие люди сочтут это крутым занятием, но эти мужчины не возражают против такого. Пока они хорошо проводят время, им не о чем беспокоиться. В этом клипе природа снова проявляет себя. Мы видим, как в этом удивительном месте вода в очень большом количестве вытекает из дерева. Вы можете сказать «Ого!». Ребята, которые сделали эту редкую находку, также были поражены. И один из них позирует рядом с таинственным деревом. Не сомневаемся в том, что мир полон людей с разными талантами, и парень из этого ролика один из них. Он поражает воображение скоростью и точностью, с которой поймал эти чашки. Его движения достойны аплодисментов. Поверьте нам, без камеры вы бы никогда не поверили, что есть такой талант, как он. Если вы думаете, что предыдущий ролик самый крутой из всех, то эти ребята взорвут ваш мозг еще больше. С точностью подходящий для фильмов про Джеймса Бонда, они прыгают через окно прямо в грузовике и машины, и делают это так просто и так ловко. В очередной истории о точности этот парень одним выстрелом удивительным образом сбивает крышку от бутылки. Называйте это талантом или мастерством, точность парня настолько поразительная, что думаем, что он подходит для роли президента. Разве мы не нуждаемся в таком фокусе? Как бы вы отреагировали, если бы шли по улице и увидели этого парня, передвигающегося с холодильником, установленным на его голове? Знаем, что это странно, но мы не можем игнорировать тот факт, что его чувство равновесия на высшем уровне. В этом ролике запечатлен один из самых эффективных бросков в истории баскетбола. Парень, пытающийся забросить мяч локтями, сначала выглядит как не смешная шутка, но в результате получается крутой эффект. Розовые озера – редкий настоящий природный феномен. На планете существует всего несколько подобных мест. Есть несколько гипотез относительно причин такого цвета воды – редкие водоросли, особые минералы на дне или гелиобактерии. Эти кадры больше подходят для постапокалиптического фильма, чем для нашей реальности, однако, к сожалению, это последствия настоящего землетрясения. Люди называют это жуткое место дьявольским глазом посреди пустыни. Земля вокруг этого странного озера бесплодна и не заселена. Необычный аттракцион на горе в Италии – гигантский розовый плюшевый кролик. Так, не стоит искать глубокий смысл в этой художественной инсталляции, ведь главной целью было привлечь туристов. Что это? Неужели любители водного транспорта решили устроить флешмоб? Мы бы держались как можно дальше от такого перекрестка. А вы? Белые акулы очень опасные, но чрезвычайно интересные для изучения животные. Хорошо, что сегодня можно многое снимать с помощью дронов, не рискуя человеческой жизнью. То, что вы видите сейчас, это не просто кропотливая работа. Это успешная попытка любящего мужа в сороковую годовщину смерти своей жены увековечить ее любимый инструмент в память о ней. Он мог бы просто каждый год носить цветы на ее могилу, но решил посадить целый лес в форме гитары, на которой женщина так любила играть. Калийные пруды Моава – озера в пустыне, вид которых вызывает множество вопросов. Такая яркая палитра цветов обусловлена методом добычи удобрений из калия. Более насыщенные цвета указывают на большую интенсивность поглощения ультрафиолета. Еще одно необычное место на нашей планете – кровавый водопад, который страшен только своим названием. Свет обусловлен тем, что при таянии ледника в этой воде начинают активно развиваться особые бактерии. Это природное явление говорит о том, что жизнь может существовать в любых условиях. Это не удивительное место, а скорее пугающая реальность. Мы даже не можем представить, сколько деревьев вырубается, чтобы обеспечить комфортное существование для людей. Это кипящее озеро определенно не подходит для купания.